Всем большой привет! Вы на канале На Кухне у Цыганочки. Сегодня я вместе с вами буду готовить тыквенотворожную запеканку. Она получается просто божественно вкусной. Ее оценят и взрослые, и дети. По вкусу она как чизкейк. Очень вкусная. Тыквы мне нужно 500 грамм, но я взяла чуть-чуть побольше на 100 грамм. У меня здесь 600 грамм. Полный рецепт вы найдете, как всегда, под видео в описании. Я ее буду запекать в духовке. Поэтому, возможно, она немного ужарится, уварится. Поэтому я на 100 грамм взяла побольше. Нарезаем произвольными кусочками, так как мы ее будем измельчать блендером. Поэтому не имеет значения, какие будут кусочки любыми. Духовку разогреваем на 180 градусов. Форму я смазываю немножечко подсолнечным маслом. Отправляем сюда тыкву и ставим в духовку до готовности. Пока тыква готовится, займемся приготовлением творожного теста. Творог берите любой жирности. У меня 9% У меня здесь по весу 400 грамм. Если у вас будет 500 грамм, берите 500. Тоже прекрасно. В общем, 400-500 грамм будет достаточно. Я сейчас отправлю сюда пару яиц. Добавляю сахар 5 столовых ложек. Это 100 грамм. Можно добавить по вкусу. Чайную ложечку ванильного сахара. 2 столовые ложки. Я беру вот такие вот прям полные. Картофельный крахмал. Щепотка соли. Все это хорошо между собой перемешиваем. Сейчас я все это до однородности измельчу блендером. Чтобы была прям такая творожная масса однородная. Ну, если нету блендера, можно и вилочкой все хорошо смешать, перетереть и все. Вот такая вот у меня однородная масса получилась. Для любителей мака, кто любит мак, можете добавить сюда 1-2 столовые ложечки мака. Тыква запеклась. Готово. Отвешаю сейчас 500 грамм. Все, у меня ровно 500 грамм. И вот у меня осталось тыквы. Несколько кусочков, видите? Так что берите побольше. Берите грамм 600-650. Она ужарится. Измельчаю ее блендером до состояния пюре, до однородности. Получилось у меня вот такое вот однородное пюре. 100 грамм я отвешиваю. Это у нас будет заливка. Будем готовить ее отдельно. Я вам совсем забыла сказать, что тыкву можно не запекать, а отварить. Но я вам не советую, потому что пюре тогда у вас получится более жидкое. Видите, у меня вот это вот получилось такое густое, так как когда она запекается, жидкость лишняя испаряется. Так что лучше всего запекайте тыкву. В тыкву так же, как и в творог. Отправляем сахар. У меня здесь 4 столовые ложки. Можете добавить по вкусу, смотря какая тыква. Сладкая или не очень. Добавляю щепотку соли. Отправляю сюда 2 яйца. И 2 столовые ложки крахмала. Все смешиваю до однородности. И начнем сейчас формировать запеканку. Я взяла разъемную форму, застелила ее пергаментом. Можно взять любую форму, какая у вас есть. Я смазываю подсолнечным маслом. И по 1 столовой ложке выкладываю сначала творожную массу, потом тыквенную. Если творог у вас получится чрезмерно густой, увидите, что совсем не течет, тогда можно добавить немножко молока или сметаны. И так формируем. Добавляем по 1 столовой ложке. Можно по 2. Пирог получается очень яркий, красивый. Ну, я думаю, что принцип вам понятен. И вот так вот по очереди выкладываем тыкву, творог. И получается яркая, вкусная запеканка. Добавляю последнюю ложечку тыквенного пюре. И ставлю в духовку. Она у меня разогрета на 180 градусов, примерно минут на 25-30. Пока запеканка готовится, приготовим заливку для нее. Я беру 100 грамм сметаны. Это 3 столовые ложки полные. Отправляю к ней 1 столовую ложку сахара. Ну, или возьмите по вкусу. Попробуйте, кто любит слаще. Можете немножечко добавить еще сахара. Отправляю также сюда пюре 100 грамм, которое мы откладывали. Пару яиц. Все это хорошо перемешиваю. И заливка готова. Пусть пока стоит, ждет своей очереди. Прошло 35 минут. Я достала из духовки. Я думаю, что оно готово. Смотрите, видите, оно такое упругое. Верх не липнет. Но также, конечно, можно и проверить шпажкой на готовность. Видите, она сухая, значит, готова внутри. Сверху заливаем заливкой. Даем ей вот так вот растеться. Немножечко вот так вот потрясем. И снова ставим в духовку примерно на минут 15. Прошло 15 минут. Я достала запеканку из духовки. Она готова. Смотрите, видите, слой не липкий. Он готов. Верхний слой. И она полностью вся готова. Но горячую эту запеканку не разрезают. Поэтому я ее сейчас оставлю. Пусть она постоит, остынет, стабилизируется. Ну, а потом, конечно же, разрежу и покажу, какая она красивая в разрезе. Бумага хорошо отстает. И он прекрасно перекладывается. Самый интересный и ответственный момент. Разрезаем и смотрим, какая у нас получилась вкуснота и красота. Посмотрите, ребята, какой он красивый. Он не просто красивый, а также еще он очень-очень вкусный. Такими продуктами очень тяжело обычно накормить детей. А такую запеканку будут есть с удовольствием. Понравится и взрослым, и детям такая запеканка. Всем приятного аппетита. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И если оно вам понравилось, тогда подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мое новое видео. Ну и, конечно же, пишите комментарии. Я вам буду очень благодарна за обратную связь. И до новых встреч на Кухне у цыганочки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok